В 1924 году некто Эрнест Кокс по прозвищу Большой Старьевщик стал владельцем практически всего германского флота. Некогда безвестный торговец с металлоломом получил в свое распоряжение несколько огромных линкоров и линейных крейсеров, плюс еще три десятка эсминцев. Правда существовало одно, но все эти могучие линкоры, крейсера и эсминцы покоились на дне бухты Скапа-Флоу, а Кокс никогда в жизни не занимался подъемом затонувших кораблей. В ноябре 1918 года Германия окончательно проиграла войну. Согласно условиям перемирия весь кайзеровский флот, 74 боевых корабля ожидал своей участи под охраной британских крейсеров в огромной бухте Скапа-Флоу. Однако до официального подписания акта о капитуляции, ни один британский офицер не имел права подняться на борт германского корабля. 19 июня акт был подписан, а 20 июня, ближе к полудню на немецком линейном крейсере Эмден, флагмане контр-адмирала фон Ройтера, был поднят условный сигнал. Параграф 11. Подтверждаю, заранее оговоренный с командирами плененых боевых кораблей. Послушные сигналы офицеры рванулись в трюмы крейсеров и начали открывать кингстоны, водозаборные клапаны и крышки торпедных аппаратов, ломать и курочить механизмы. Они блокировали водонепроницаемые двери так, чтобы их невозможно было закрыть, выбрасывали за борт рукоятки и маховики управления. Застывшие от неожиданности британские моряки с изумлением наблюдали, как семь десятков могучих боевых кораблей, со страшным шумом и грохотом все как один переворачиваются вверх килем и опускаются на дно. Пришедшие в себя англичане успели спасти и вытащить на мелководье один вражеский линкор, три крейсера и несколько эсминцев, но полсотни кораблей, начиная от миноносцев водоизмещением, 750 тонн долинейного крейсера Гинденбург, водоизмещением 28 тысяч тонн, ушли под воду на глубину порядка 20-30 метров. Само собой разумеется, британское правительство было в ярости, после войны в Англии ощущалась острая нехватка металла. Но что сделано, то сделано и англичанам оставалось думать о том, как достать обратно свою законную добычу и пустить ее на металлолом. Однако не тут-то было. Официальная комиссия Адмиралтейства провела исследование и представила доклад, в котором дословно говорилось следующее, ввиду непомерной дороговизны операции, вопрос о подъеме немецких кораблей полностью отпадает, а поскольку они не мешают судоходству, нет смысла даже взрывать их, пусть лежат и ржавеют там, где они затонули. Казалось, что вопрос закрыт окончательно, но через пять лет перед чиновниками Адмиралтейства предстал мужчина лет сорока и предложил для начала продать ему по сходной цене парочку затонувших германских линкоров и два-три десятка миноносцев, уверяя, что все остальное он сделает сам. Эрнест Кокс в 13 лет забросил учебу и ушел, что называется в люди, а к 30 годам, благодаря своей неуемной энергии, организовал фирму, с помощью которой решал только три вопроса. Где купить подешевле старую ржавую технику? Как разрезать ее на части и кому подороже продать получившийся металлолом? В жизни своей Кокс даже шлюпку не снимал с мели, не говоря уж о подъеме морских судов, но призрак сотен тысяч тонн ожавеющего на дне скапа флоу-железа, способного сделать миллионером удачливого предпринимателя, захватил его разум. Чиновники честно обошлись с невесть откуда взявшимся дельцом, и прежде чем взять деньги, предложили Коксу прочитать доклад высокой комиссии, затем съездить в скапа флоу и проверить все самому. Однако уже на следующий день Кокс снова явился в Адмиралтейство, и после недолгих переговоров сделка была заключена. К слову говоря, Кокс так и не удосужился ознакомиться с докладом, он был уверен, что прекрасно справится с поставленной задачей. План был просто гениален с точки зрения дилетанта, за несколько недель поднять сравнительно легкие миноносцы. На полученные от их реализации деньги поднять Гинденбург, после чего использовать его гигантский корпус в качестве понтона, существенно облегчающего работу по подъему оставшихся крейсеров. По расчетам Кокса вся операция, начавшаяся в марте 1924 года, должна занять несколько месяцев не больше. Он бы не поверил, если бы узнал, что эпопея с поднятием германского флота отнимет у него 8 лет жизни. Весь процесс выглядел следующим образом. К месту работ подгонялся имевшийся у Кокса плавучий док, и под днище затопленного судна заводились мощные тросы. Затем водолазы наглухо заделывали в корабле все отверстия, после чего компрессоры наполняли трюмы судна воздухом, и оно всплывало на поверхность. Однако первый блин вышел комом. Вследствие неопытности команды и ее руководителя на подъем первого миноносца ушло целых полгода. Правда дальше дело пошло гораздо быстрее. В мае 1926 года со дна бухты был извлечен и продан налом последний эсминец. Однако расходы намного превышали доход от продажи, и кредиторы уже начали косо поглядывать на дельца. Тогда Кокс вновь обратил свой взор на Гинденбург, чей гигантский корпус с лихвой перекрыл бы все затраты. Еще полгода адского труда, и 30 тысяч фунтов стерлингов понадобилось Коксу, чтобы огромное стальное тело крейсера показалось над водой. Уже близок миг триумфа, уже банки вновь готовы открыть кредит удачливому дельцу, но тут в дело вмешивается погода. Внезапно налетевший шторм рвет буксирные тросы и уничтожает все водолазные катера. Вытащенный с огромным трудом на поверхность Гинденбург, вновь отправляется на дно, оставляя Кокса на грани разорения. Ситуация выглядела ужасно, денег практически нет и взять их неоткуда, кругом долги, а работа так и не закончена. Кокс решается на крайний для любого дельца шаг. Он фактически обманывает кредиторов и умудряется взять деньги в долг под крейсер фон Мольтки, которому водолазы еще даже не подступались. Расчет строился на том, что Мольтки меньше и его легче поднять, чем Гинденбург. Однако если и эта операция провалится или на нее не хватит финансов, то предпринимательской карьере Кокса придет конец. За 1927 год было предпринято несколько безуспешных попыток поднять Мольтки. В конце концов, упрямый крейсер сдался, но на своих условиях, по техническим причинам буксировку корабля пришлось осуществлять кормой вперед и днищем кверху, а это было крайне неудобно. Однако основные приключения ждали впереди. Чтобы доставить Мольтки в любезно предоставленный Адмиралтейством док и там разобрать его на части, Коксу необходимо было ввести корабль в реку и провести его под мостом. В самый ответственный момент, два нанятых Коксом лоцмана поссорились между собой. Капитаны буксиров, не слыша приказов и увидев приближающиеся устои моста, в панике обрубили концы и рванули в разные стороны. В результате гигантская туша крейсера, весом 23 тысячи тонн, никем не управляемая, да еще и кверху днищем своим ходом, прошла между быками моста. Волосы наблюдавшего все это Кокса стали седыми. Стоило только кораблю зацепить хотя бы одну опору, и катастрофа была бы неминуема. Однако на этот раз все обошлось. Последним препятствием стал морской чиновник, заявивший, что не допустит в док корабль вверх ногами. В ажиотаже Кокс подписал бумагу, где говорилось, что он готов компенсировать любые убытки, которые Мольткин нанесет доку. Работы по превращению германского крейсера в металлолом подходили к концу, когда Коксу принесли из Адмиралтейства счет за причиненный ущерб. Дрожащими руками делец распечатал конверт, и невидящим взглядом уперся в нижнюю строчку документа. В графе и того была проставлена окончательная сумма ущерба – 8 фунтов стерлингов. Еще четыре года Кокс, как одержимый, возился со своим флотом. Работа шла спора. Один за другим над поверхностью появлялись крейсера Зейдлиц и фон Дертан, заградитель Бремзи и линкор Кайзер. В конце концов, команда Кокса справилась и с Гинденбургом, и отправила его чудовищные орудия туда, где им и следовало быть в металлолом. Однако не все шло гладко, то и дело возникали чрезвычайные ситуации. К примеру, небольшие пожары и даже взрывы скопившихся в отсеках затонувших кораблей горючих газов. В конце концов, при подъеме линкора принц-регент Луит Польт произошла трагедия. Погиб один из сотрудников Кокса. Это был первый несчастный случай за 8 лет, и Кокс воспринял его как сигнал, что эпопею вскапа флоу пора заканчивать. Он перепродал последний оставшийся на дне линкор Байерн, все свое оборудование и распустил команду. Затонувший германский флот не сделал его миллионером, но до самой смерти Эрнест Кокс вспоминал эти 8 лет, как самые романтические годы в своей жизни, по скриптум. Англичане и французы были разозлены тем, что немецкий флот затонул. Поскольку фон Ройтер и его подчиненные нарушили условия перемирия, они были объявлены военнопленными. Однако английский адмирал Уэмис заметил, я смотрю на затопление, как на подлинный дар небес. Он снял болезненный вопрос о разделе германских кораблей. Полагаю, что сначала будет много воплей, но когда станут известны факты, всякий подумает, вроде меня, слава богу. После возвращения из плена контр-адмирал фон Ройтер, был встречен на родине как герой, защитивший честь ВМС Германии. Друзья, не забываем подписаться на канал. Впереди вас ждет много интересного. Редактор субтитров А.Семкин